здравствуйте коллеги с вами саков роман компания admiral markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео ну что мы с вами не успели перевернуть календарь как тут началась коррекция собственно то что мы и говорили ранее поэтому в сегодняшнем видео мы обсудим данную ситуацию ну а перед началом не забудьте поставить лайк и если у вас появятся вопросы то обязательно оставлять их в комментариях а и так вчера на рынке случилась коррекция которую мы о которой мы говорили но не знали как соответственно когда она меня произойдет рынок дошел до локальных максимумов и вчера мы увидели коррекцию войти на секторе а давайте посмотрим на карту снижение по акциям которые мы видели вчера то есть ну во первых это срез по акциям s&p 500 соответственно здесь мы видим что технологичные компании занимают большую больше вес в данном индексе ну и соответственно они больше всего и проседали что давало безусловно максимально негативную реакцию при снижении на индекс s&p 500 а microsoft 6 процентов apple 8 процентов google 5 facebook 3.5 amazon 4.6 собственно коррекция была на самой сильной за день начиная с июня и если посмотреть последние несколько дней поведение индекс s&p 500 то есть мы с вами наблюдали да рост практически без коррекции то есть если смотреть на срез с 20 августа полтора на один процента мы прибавляли практически каждый день когда-то 2 когда-то стояли около нуля но вот то снижение которое было а вчера по индексу s&p 500 на порядка пяти с половиной процентов но конечно было но в первую очередь техническим то есть уже коррекция назревала и вот вчера мы ее увидели то есть вряд ли это начало какого-то снижения там на 20 на 30 на 40 процентов это коррекция которая в принципе была ожидаема индекс nasdaq снижался на порядка шести с половиной процентов но оно и понятно потому что технологии на проседали на первую очередь что делать в текущей ситуации здесь я наверное бы хотел сделать небольшое предупреждение да для сначала для инвесторов как и для трейдеров а понятно что видите как проседает там ваши покупки те акции которые вы добавили в свой портфель не самое приятное но не здесь не нужно паниковать и сейчас наверное не та ситуация в которой нужно поддаваться панике и наверное самое плохое что можно сделать это купить на максимуме продать на минимуме поэтому сейчас эта коррекция больше вероятно все завершится мы сейчас подошли к области поддержки да можем вполне вероятно скорректироваться еще там на какое-то количество процентов 5-7 процентов это ну вполне возможно но опять же нужно понимать что если вы инвестируете на долгосрок то есть на с горизонтом от одного года и далее то подобные коррекции не будут возникать и нужно на их уметь соответственно с ними работы то есть да неприятно видеть свой баланс счета в отрицательной зоне но с большей вероятностью эта ситуация будет откуплена может быть не сразу может быть потребуется чуть больше времени а с другой стороны в этом году мы видели ну крайне быстрые возврат к максимальным значениям то есть мы этот год был самый быстрый на восстановление после самого быстрого падения как бы это не звучало но с точки зрения трейдинга да здесь нужно быть крайне аккуратно потому что точки зрения трейдинга позиции открываются на более короткий срок соответственно здесь нужно понять где рынок начнет останавливаться и вот после этого уже заходить на на продолжение роста ну то есть на продолжение того тренда который на рынке сформирован поэтому давайте теперь посмотрим что у нас происходит по основным инструментом кстати валюты начали корректироваться чуть раньше чем с и 500 потому что уже по например по евро-доллару коррекцию мы наблюдаем уже третью сессию меня подряд хотя s&p скорректировался только мне вчера фактически по евро мы зашли в довольно неплохую зону покупок конечно более интересно покупать чуть ниже где-то из области 118 117 90 ну или 117 70 но не факт что рынок туда вновь наверно но тем не менее сейчас цена гораздо лучше чем она была в конце августа то есть мы скорректировались и принципе время искать как раз возможности для покупок по евро на текущий момент не сформировано еще восходящего движения то сейчас мы как раз делаем а к этому попытки если евро сегодня сможет закрепиться выше максимальные значения которые были сформированы в четверг то в этом случае я для себя уже начну искать возможности захода как раз на продолжение роста по данному активу область поддержки то здесь стоп лосс мы будем убирать минимально то есть более агрессивно это минимум четверга но более консервативно то есть если стоп лосс это 117 48 то есть ответственно нужно будет получить возможность входа как можно ближе к этой цене чтобы и соблюсти правило на соотношение риск прибыль но и принципе убрать стоп лосс сюда будет максимально комфортно опять же в какой точке мы будем ходить но сегодня будем наблюдать и сейчас мы на открытии много скорректировались вообще здесь пока мы нет не видим какого-то волатильного движения по евро поэтому здесь по евро буду ожидать обновление локального максимума тогда буду уже искать точки для на входа на покупку на британская валюта также скорректировалась не так хорошо как евро здесь было бы наверное интереснее увидеть снижение до 131 80 поэтому пока британскую валюту оставляем на прозапас то сейчас не самые комфортные уровни для входа помню на данной валюте но с точки зрения часовой таймфрейма мы также видим а продолжение коррекции которая началась у нас на этой неделе после обновления а минимальное значение которое мы видели 1 сентября коррекция продолжается уходь ниже минимальный значение четверга даст еще одно предпосылки на продолжение как раз снижение по данной валютной паре а пара американский доллар канадский доллар также корректируется но здесь для входа на продажу было бы интересно увидеть коррекцию тоже чуть выше если она произойдет в область 1 31 80 или 1 32 то оттуда заходы на продажу будут чуть более интересны ну а цели по снижению от область минимальной значения которую мы видели как раз летом прошлого года ну и также к этим уровнем мы подходили на в декабре также тренд на снижение американского доллара здесь сохраняется ну вот пара американский доллар японская иена на чуть более интересно наверное для захода на продажу но тут у нас сформирован такой боковик который данная пара любит эта область как раз 106 95 верхнее значение а нижнее значение стоит 475 ну или мы возьмем минимальные значения которые были в августе 105 15 то есть принципе мы сейчас находим в середине данного диапазона поэтому вход в данном случае прямо сейчас некомфортен поэтому продажи я бы рассматривал от 100 106 98 100 107 то есть вот отсюда заходить на продажу с целями снижения как раз до 105 25 то есть в данном случае такой подход был бы здесь максимально комфортен поэтому сейчас мы стоим в таком небольшом боковике делом попытки вновь а возобновить снижение и если как раз мы увидим сегодня на закрепление ниже минимальной начали которые были сформированы вчера в четверг то как раз вот эта тенденция к снижению в область 105 здесь как раз может быть и реализована поэтому продолжаем наблюдать не самая комфортная сделка но тем не менее продолжу следить за ней в течение сегодняшнего дня по паре австралийский доллар американский доллар также на завершается коррекция то есть мы спустились в область поддержки которая на текущий момент находится в зоне ценности то есть это 72 38 конечно было бы интереснее купить опять же чуть дешевле но где завершится данная коррекция уже будем смотреть и принимать решение по факту соответственно если брать сегодняшний день то говорить о завершении коррекции мы смогли бы если бы цена закрепилась выше максимального четверга но сегодня я бы для более интересного входа видел как раз снижение волатильности сегодня и рассматривать вход уже на следующей неделе то есть посмотреть как закроется пятница тогда уже принимать какие-то решения то есть сегодня я вряд ли буду входить в данную валютную пару то есть тоже за ней буду наблюдать а новозеландец практически не скорректировался то есть не такая сильная даже коррекция была как с австралийцем буквально один день мы упали то есть это было вчера сейчас уже немножко подрастаем после открытия торгов сегодня ночью соответственно сейчас входа на покупку здесь я не вижу ставят также остаются наблюдать за данной валютной парой возможно если просядем еще чуть ниже до 66 15 например то оттуда было бы чуть более интересно зайти золото также продолжает корректироваться на как я и говорил то здесь я продолжу тоже для себя искать возможности покупок а в зависимости от того где эта коррекция остановится сейчас пока мы видим с точки зрения числа в таймфрейме продолжение нисходящей форматы соответственно ждем начала роста который можем начаться после того как цена сможет обновить наверное например максимум четверга это область 1951 доллара за тройскую унцу принципе неплохо скорректировать вот тех максимум которые были сформированы поэтому тоже выглядит довольно таки интересно для на продолжение как раз поиска покупок по золоту тоже добавляю себе в активный watch-лист а дакс вчера тоже активность корректировалась то есть мы уже с вами говорили о том что дакс несколько отстаёт от и от s&p 500 ну безусловно от ключевого американского индекса поэтому по даксу как раз было бы интересно поискать покупки вчера также коррекция у нас случилось а сейчас мы торгуемся в области минимальных значений но тут я не стал обходить прямо с рынка то здесь я в любом случае посмотрю как цена себя будет вести еще сегодня с одной стороны здесь были неплохие зоны как раз для покупок в области минимальные значения которые мы опустились она не ушла ниже минимальные значения которые были сформированы 1 сентября можно было попробовать рискнуть и войти с данных уровней но тем не менее можем сегодня продолжит также падать еще ниже да то есть не факт что то то снижение которое было вчера но завершится прям сегодня поэтому здесь явно понаблюдая за даксом неплохие уровни для покупок но я возьму для себя еще один день посмотрю как откроется во первых как закроется пятница как откроется понедельник тогда буду принимать уже какие-то решения по даксу но в целом в выглядит неплохо для меня покупок s&p 500 а скорректировался тоже неплохо то есть тоже неплохие уровни находится с точки зрения дневного таймфрейма то есть область 3400 выглядит неплохо неплохо как раз для повторных заходов на продолжение роста индекса s&p 500 но с точки зрения часов таймфрейма здесь пока у нас снижение продолжается то здесь принимать какие-то решения прямо сейчас я безусловно не буду потому что как как я уже сказал как и по даксу так и по s&p 500 можем просесть сегодня еще и к этому безусловно нужно быть готовым и искать первые локальные признаки как раз вот завершение данного снижения но не факт что они произойдут сегодня и также если мы с вами посмотрим на календарь и о событии и обратим внимание на следующую неделю следующая неделя то мы с вами увидим то что понедельник выходной день день труда то есть это и в канаде и в сша но первую очередь нас интересует сша поэтому не очень ну может быть крайне опасно входить в пятницу перед как раз праздничным днем то есть сша будет понедельник торговаться не будут соответственно здесь возможно будет более разумно как раз дождаться вторника и тогда уже принимать какие-то решения именно по на сделкам по новым сделкам да поэтому поясе до 500 продолжаю наблюдать но в целом сама зона то есть это снижение которое было выглядит интересным для покупок то есть сейчас покупки здесь конечно в приоритете ну и нефть также продолжает снижаться уже несколько торговых сессий сейчас мы подошли уже к минимальным значениям которые мы видели в июле корректируется нефть в принципе тоже довольно таки неплохая зона для покупок но я не рассматриваю пока этот актив для себя именно как для спекуляции у меня есть портфеле акции нефтедобывающей компании то здесь я больше рассчитываю на то что среднесрочно долгосрочно нефть продолжит расти то есть по крайней мере там область 49 56 не факт конечно что мы уйдем там до значения которые мы видели в январе этого года но в любом случае если это произойдет то это хорошо скажется на моем портфеле ну а пока за нефтью продолжаю просто наблюдать ну вот такая ситуация нас концу торговой недели тоже день обещает быть довольно таки интересным ждем открытия америки еще раз напоминаю что 5 понедельник будут выходной в сша поэтому рынок может быть крайне тонким и вполне возможно что вот какие-то покупок по американскому рынку необходимо пока воздержаться но будем в любом случае следить и в понедельник мы с вами встретимся обсудим как открылся рынок как закрылась пятница и что у нас может быть интересного всем желаю хорошего завершения торговой недели хороших выходных и увидимся в понедельник не забудьте поставить лайк ну а если появились вопросы то оставляйте их комментариях всем спасибо за внимание и до свидания